Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что же она увидела в аду? Что ее так глубоко тронуло? Давайте вместе послушаем ее историю. Будучи ребенком, я интересовалась христианством, но поскольку моя семья была буддисткой, я не стала христианкой. В то время я слышала, что ад есть, но не особо верила в него. В 22-м году подруга пригласила меня принять участие в собрании. Я впервые прочитала слова всемогущего Бога. Я чувствовала, что это слова Небесного Творца, говорящего с человечеством. Потом я прочитала много слов всемогущего Бога. Я узнала, что всемогущий Бог – единственный истинный Бог. И что Бог сошел на землю, чтобы спасти нас. Но так как семья была против, а я цеплялась за мирское, я не посещала собрания регулярно и даже на некоторое время вышла из группы собраний. 3 февраля 23 года, около 9.30 утра, немного устав после собрания, я прилегла отдохнуть. Позже мой брат рассказал, что, несмотря на все старания, мои родные не могли разбудить меня, поэтому срочно отвезли меня в больницу. Врач осмотрел меня и сказал, что я уже перестала дышать, поэтому он выдал свидетельство о смерти. Моя семья забрала меня домой. Они начали готовиться к моим похоронам, которые должны были состояться через три дня. Я совсем не знала, что тогда происходило в нашем доме. Я знала только о том, что попала в другой мир. На мне была белая одежда, и я в одиночестве шла по темной, задымленной тропинке. Я не видела ни неба, ни пути перед собой. Неровная ухабистая тропинка спускалась под уклон. По обеим сторонам я различала странные растения, которых никогда не видела. Они были покрыты колючками. Отовсюду доносились крики животных. Я шла босиком по тропинке, раня себе стопы. Мое тело обдавало жаром, и я слегка запыхалась. Пройдя немного, я наткнулась на одетого в черное демона. Он был черным с головы до ног. Не было видно ни лица, ни ног. Он сказал, «Пойдем со мной!» Его голос вселял ужас. Испугавшись, я с трудом сказала, «Куда ты меня ведешь? Я не бывала здесь, не пойду, хочу домой». Мне хотелось сбежать. В этот момент ко мне приблизились четыре или пять демонов в сине-черных одеждах. Они сказали, «Ты мертва, ты не можешь вернуться. Ты много грешила и должна быть наказана за совершенные при жизни грехи». Затем они отвели меня к большим воротам, где я увидела нескольких демонов. Они были высокие, с большими глазами и ушами, а у некоторых изо рта торчали острые зубы, что выглядело ужасно. Они держали оружие и были раздеты до пояса. На их телах висели ожерелья из костей и черепов мертвецов. Их тела покрывали шрамы. Как только привратники открыли ворота, я услышала хор истошных криков. Отовсюду доносились стенания страдающих от ужасных мучений. Там было невыносимо, обжигающе жарко. Я очень испугалась и спросила, что я сделала не так? Я не должна быть здесь. Они один за другим показали мне все грехи, которые я совершила, а также день, час и даже минуту и секунду их совершения. Даже произнесенная мной ложь, о которой я и не вспоминала, была четко зафиксирована. Вот примеры. 5 сентября 22 года. Братья и сестры пригласили меня на собрание, но из-за давления семьи я находилась в унынии и не пришла. 10 сентября 22 года. Я пропустила собрание и не отвечала на телефонные звонки братьев и сестер. 5 октября 22 года. Я вышла из всех групп собраний и прекратила общение с членами церкви. 6 октября 22 года. Я отдалилась от Бога ради мирских веяний и развлечений. Я была потрясена. Увидев количество совершенных грехов, я ужасно испугалась. После этого демон в черном отвел меня в место, где на деревянной табличке было написано, что здесь наказывают тех людей, которые обманывают, осуждают или хулят Бога. Там я увидела, каким было самое суровое наказание. Первый вид наказания заключался в том, что изо рта и из-под кожи наказываемых вылезали жуки и кусали их. Они грызли их со всех сторон, и это было безумно страшно. Во втором случае наказываемые люди были голыми. И их подводили к доске, где одновременно наказывали десять человек. Они стояли на коленях со связанными за спиной руками, а их подбородки прямо лежали на доске. На шее у них были веревки. И когда тянули за веревки, их языки высовывались наружу. Напротив доски отвратительный, страшный демон с рогами на голове вгонял в их языки крючки, а затем дергал их. И у некоторых языки удлинялись вдвое. С помощью длинного гвоздя демон прибивал языки к доске, а под этой доской горел огонь. Он безостановочно лил на языке кипящую огненную воду. Эту похожую на огонь воду приносили из бассейна вдали и непрерывно подавали всем демонам. Проливаясь на чей-нибудь язык, она уничтожала его. У некоторых выпадали глазные яблоки. Затем демоны обливали огненной водой все их тела, полностью уничтожая их. Наказываемые истошно кричали, пока не умирали. Это было ужасающее зрелище. Некоторые не выдерживали и сразу умирали. Но если их нужно было наказать еще и за другие грехи, их возвращали к жизни и продолжали наказывать. Если после завершения наказания они не умирали, то жуки съедали их. Затем их возвращали к жизни и наказывали иным способом. Третьим наказанием было бросание в огненную воду. Я увидела огромную круглую железную плиту с четырьмя прикрепленными к ней веревками. Около двухсот человек, прибывших из другого места наказания, в считанные секунды появились на плите. Они стояли на коленях на раскаленной плите, а веревки с шипами автоматически связывали их руки и верхнюю часть тела. Эти люди были представителями разных религий и национальностей. Некоторые не верили в Бога, а другие были христианами или буддистами. Они были наказаны за то, что не приняли новую Божью работу и осуждали Бога. Хотя некоторые из них приняли новую Божью работу, вера их была поверхностной. Они обманывали Бога. Таких людей Бог также наказывал. Все они взывали к разным богам. Кто-то взывал то к одному Богу, то к другому. Это была какафония голосов. Впрочем, как они не взывали, они не получали ответа. Затем этих людей отвели к большому бассейну. Внутри которого кипела огненная вода. Их веревки ослабли, железная плита накренилась, и все упали в него. Они варились и жарились, сгорая и крича в мучительной агонии. Те, кто был на краю, изо всех сил пытались вылезти из бассейна, но падали обратно. Вскоре звуки криков стихли. Мертвые тела плавали на поверхности. Когда все они умерли, гигантская сеть выловила их из огненной воды, и они возвратились к жизни для следующего наказания. Меня отвели в другое место. Там людей наказывали всевозможными способами за оскорбления родителей, стариков и учителей. Некоторые были раздеты и скованы цепями по шее, рукам и ногам. Они были сильно избиты. Их плоть и кровь стекали вниз. Они боролись и кричали от боли. Демоны ада использовали топоры, чтобы отрубить им руки и ноги, а потом дробили их чем-то похожим на молот. Во время наказания их спрашивали, думал ли ты не совершать этот грех? Они раскаивались, но никто не мог их спасти, и их мучили до смерти. Они возвращались к жизни и снова подвергались наказанию. Некоторых людей хранили заживо. Земля там все время двигалась, вздымалась, и вся была охвачена огнем. Наказанных медленно засасывало вниз. Они погружались в землю, пока не умирали. Затем меня отвели в место, где наказывали прелюбодеев. Они бежали, спасая свои жизни. Одних убивали стрелами, других закалывали ножом. За некоторыми гнались животные и загрызали их. В конечном итоге никто не смог убежать, и все они погибли. Умершие возвращались к жизни для нового наказания. Я увидела еще одно место, где наказывали тех, кто вынашивал недобрые намерения, кто использовал людей в своих интересах, был расчетлив или завистлив. Там был мост с деревянным настилом и канатами с шипами по обеим сторонам. Держась за канаты, они истекали кровью, но если они отпускали их, то падали прямиком в огненное озеро. Даже если они не падали, их пропускали через мясорубку и перемалывали, после чего они попадали в огненное озеро. Некоторых людей заботила внешность. Они тратили время на то, чтобы хорошо одеться. При этом они совсем не верили в Бога и даже осуждали и хулили Его. Насекомые постепенно изъедали лица этих людей. Там были люди, наказанные за сквернословие, воровство и другие пороки. В зависимости от грехов, людей многократно подвергали одному виду наказания, а затем другому. При виде этого зрелища я дрожала от страха. Эти наказания на самом деле были просто ужасны. Я сожалела о совершенных грехах, но совсем не знала, кого молить о пощаде. В тот момент и я произносила какие-то сутры, но ответа не было, и страх не отпускал меня. Я вспомнила, что верила в единого истинного Бога, всемогущего Бога. В памяти всплыл отрывок. С какими бы трудностями ты не сталкивался в своей повседневной жизни, ты должен представать перед Богом. Тебе в первую очередь нужно стать на колени в молитве перед Богом. Это самое главное. Я знала, что Бог управляет всем, и это происходит с Его позволения. Я должна взывать к Нему. Я вспомнила о совершенных грехах. Я с пренебрежением относилась к Богу. Когда мне было хорошо, я посещала собрания, а когда было плохо, пропускала их. Я была христианкой без искренней веры в Бога. Я пренебрегала им и обманывала. Я тратила время на развлечения, но не уделяла времени поклонению Богу. Думая об этом, я очень сожалела и искренне молилась Богу. Всемогущий Бог, я совершила много грехов. Я была равнодушна и безразлична к Тебе, упиваясь радостью греха и не выполняя свой долг. Сейчас мне страшно, и я сожалею об этом. Я не хочу приходить сюда и нести наказание. Я готова покаяться. Прошу Тебя, дай мне шанс. Я подчинюсь Твоему обустройству и сделаю все согласно Твоей воле. Я снова и снова молилась и исповедовалась, искренне каясь перед Богом за каждый из совершенных мной грехов. Постепенно я успокоилась и перестала испытывать такой страх. Позже мне показалось, что некий голос зовет меня по имени. я увидела луч света, и голос, исходящий из этого света, сказал мне, «Дани, раскаялась ли ты? Ты совершила много грехов. Положись на Бога и перестань грешить. Нужно каяться, не дожидаясь наказаний. Впечатай Божьи слова в свое сердце и стремись к истине. То, что ты притворяешь в жизнь, должно быть правильным. Это твой последний шанс, и в следующий раз возможности спастись у тебя не будет. Пока ты жива, трудись, чтобы хорошо выполнить долг и попасть в Божье Царство. Не повторяй своих грехов и не делай того, о чем потом будешь сильно жалеть. Ты не выполнила свой долг, так что не умрешь. Ты будешь спасать тех, кто попал в беду. Этот голос не принадлежал никому из тех, кого я знала. Он был подобен шуму ветра. Он звучал не вполне отчетливо, но я разобрала сказанное. Хотя слова были суровы, они звучали убедительно. Они были теплыми и действовали на меня умиротворяюще. Я испытала счастье, неведомое мне прежде. Я знала, что Бог спасает меня, давая мне второй шанс на жизнь. Услышав этот голос, я постепенно пришла в себя. Очнувшись, я дрожала, все еще испытывая сильный страх. Я чувствовала себя ужасно и сожалела, что совершила столько грехов. Я знала, что это было Божьим предупреждением для меня. Все, что сказал Бог, было правдой. Мне следовало поверить в то, что Он говорит. Нельзя было игнорировать Его. Бог давал мне шанс, который я не могла упустить. Я сказала брату, я хочу поговорить с сестрой Саммер. Сестра Саммер была работницей Полива, которая тоже участвовала в онлайн-собраниях. Узнав о моей ситуации, Саммер прислала Божьи слова. Всемогущий Бог говорит. Бог несет ответственность абсолютно за каждую человеческую жизнь, и Он несет эту ответственность до самого конца. Бог заботится о тебе, даже если в этой разрушенной сатанной среде тебя сделали больным, осквернили или попрали. Неважно, Бог будет заботиться о тебе. И даст тебе возможность жить дальше. Ты должен верить в это. Бог так просто не позволит человеку умереть. С момента твоего рождения и по сей день Бог проводит над тобой большую работу, но Он не отчитывается тебе обо всем проделанном. Бог не давал тебе этого знать и не сообщал тебе об этом. Тем не менее, для человека все, что Бог делает, важно. Для Бога это нечто, что Он должен сделать. У Него на сердце есть нечто важное, что Ему необходимо сделать, что гораздо больше всего этого. Дело в том, что Бог с момента рождения человека и до сегодняшнего дня должен гарантировать Его безопасность. Эта безопасность означает, что тебя не поглотит сатана. Важно ли это? Разве то, что тебя не поглотит сатана, не относится к твоей безопасности? Да, речь идет о твоей личной безопасности, и ничего не может быть важнее этого. Если сатана пожрал тебя, ни твоя душа, ни твоя плоть более не принадлежат Богу. Бог больше тебя не спасет. Души и людей, которых поглотил сатана, Бог оставляет. Поэтому я и говорю, что наиважнейшее, что должен сделать Бог, это гарантировать твою безопасность, гарантировать, что сатана не пожрет тебя. Это весьма важно, не так ли? Слава всемогущего Бога дали мне чувство безопасности, будто я обрела опору. Этот опыт более ясно показал мне, что с самого рождения Бог направляет нас, присматривает за нами и защищает нас каждое мгновение. Я должна была выполнить долг и отплатить за Его невероятную благодать. Нужно было засвидетельствовать, что Бог действительно управляет всем, включая невидимый для наших глаз духовный мир. Ад на самом деле существует. я не испытала страданий адских наказаний, но я видела, как в аду наказывают людей за совершенные прегрешения. Вокруг много людей, стремящихся к мирским веяниям и следующих за сатаной. Они не пришли к Богу. Я очень беспокоюсь за них и не хочу, чтобы кто-то из моих знакомых испытывал такие страдания. Принимают они работу всемогущего Бога или нет? Я выполню свою обязанность и засвидетельствую им, что ад действительно существует и власть Божья действительно существует. Только всемогущий Бог может спасти нас от страданий ада. Я хочу прочитать отрывок из слов всемогущего Бога для тех, кто еще не пришел к Нему и для тех, кто принял всемогущего Бога, но пока не дорожит Его спасением. Всемогущий Бог говорит, «Мой заключительный труд осуществляется не только ради того, чтобы наказать человека, но и ради подготовки и его места назначения. Более того, Он для того, чтобы все люди могли признать Мои дела и действия. Я хочу, чтобы все и каждый увидели, что все совершенное Мной правильно и является проявлением Моего характера. Не деяния человека и уж, конечно, совсем не природа породили человечество, а Я, который питает каждое живое существо из числа творения. Без Моего существования человечество будет лишь страдать от череды бедствий и просто погибнет. Ни одно человеческое существо вовек снова не увидит прекрасные солнце и луну и зеленый мир. Человечество столкнется лишь с леденящей ночью и безжалостной долиной смертной тени. Я – единственное спасение человечества. Я – единственная надежда человечества. Более того, Я – тот, на ком держится существование всего человечества. Без Меня человечество тотчас же замрет. Без Меня человечество будет страдать от катастроф и будет попрано всевозможными духами, хотя никто не обращает на Меня внимания. Я совершил работу, которую никто другой не может сделать, и надеюсь лишь на то, что человек сможет воздать Мне какими-то благими делами. И хотя немногие оказались способны воздать Мне, я все же завершу свое путешествие в мире людей и начну следующий этап своей разворачивающейся работы, потому что мое стремительное передвижение среди людей с одного места на другое в течение этих многих лет оказалось плодотворным, и я очень доволен. Меня заботит не столько количество людей, сколько их благие дела. В любом случае, я надеюсь, что для своего места назначения вы подготовите достаточное число благих деяний. в этом случае я буду удовлетворен, иначе никто из вас не сможет избежать бедствия, которое пойдет на вас. Я порождаю бедствия и, конечно же, руковожу им. Если вы мне не покажетесь добрыми, то не избежите бедствия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok